В будничный вечер на стадионе Динамо в Владивостоке собралось практически полторы тысячи зрителей. И неспроста. Не каждый день в краевую столицу приезжает команда из первой лиги. В одной 32-й Кубка России по футболу Динамо Владивосток принимал Тюмень. Соперник оказался не из простых. На класс выше. Это никак не повлияло на настрой наших ребят. Наоборот, с первых минут белоголубые ринулись в атаку. Только так можно было противостоять опытному сопернику. Хороший получился матч. Ребята выполнили установку. Мы разбирали Тюмень, знали, что команда хорошая на мяче. Как вскрывают они соперника. Поэтому сделали акцент на прессинг, на активную игру в начале матча. Активный футбол принес быстрый результат. Уже на 15-й минуте хозяева открыли счет. Пара нападающих Динамо поймали голкипера гостей на грубой ошибке. Алексей Баев с передачи Владислава Брагина без труда забил в пустые ворота. После стаза надо было возвращаться. Вон он решил продолжать бороться за этот мяч. Второй гол тоже не заставил себя долго ждать. Через три минуты вновь белоголубые заставили ликовать домашние трибуны. В эпизоде снова ошибка кипера. После спасения мяч отскочил прямиком к Егору Дорохову. И тот без труда удвоил преимущество. Перед уходом в раздевалку разница в счете и вовсе могла стать неприличной. Но Брагин не сумел реализовать пенальти. Почему не забил? Ну, перед игрой смотрел, куда вратарь прыгает. И знал, что он наугад прыгает. То есть, ну, не по мячу стоит. И свидел, что он в другой угол прыгает. Сейчас он поменял просто свое направление, куда прыгать и все. То есть, ну, угадал просто. И все так переиграл, грубо говоря, меня. После перерыва хозяева сбавили темп. И старались сохранить уже комфортный для них счет. Действовали динамовцы в обороне уверенно. И даже при такой игре создавали опасные моменты вблизи ворот Тюмени. Счет 2-0 так и стал итоговым. Динамо Владивосток продолжает свою погоню за Кубком России. Следующий соперник приморцев станет известен после жеребьевки.